В Калуге и Калужской области 750 тысяч жителей. И вот уже почти 17 лет в этом богоспасаемом регионе держит всепобеждающую шишку губернатор Анатолий Артамонов. При коммунистах – директор совхоза, при Ельцине – могучий руководитель всего и вся, при Путине – блистательный ядрос. Именно он денно и ночно озабочен инвестиционной привлекательностью климата родной Калуги. К примеру, спилил на театральной улице липовую аллею, замостив дорожку плиткой и воздвигнув на ее месте доморощенный арбат. Но даже здесь местным художникам торговать непросто. Видный единоросс с творческим упорством уничтожает местных предпринимателей. К примеру, 21 января 2013-го, обращаясь к областному прокурору, творец инвестиционного рая изрек – «Помогите нам бороться с киосками, они абсолютно не нужны. Водку там продавать нельзя, табак нельзя, остались одни наркотики. За каждым киоском стоит конкретный чиновник, который имеет мзду с этого киоска». Позывы борца с наркомафией отозвались с сокращением рабочих мест в Калуге. А тут еще подоспела инициатива правительства, призванная повысить налоговые отчисления для индивидуальных предпринимателей. Конечно, 35 тысяч рублей в год для калужан – сущие копейки. Они окишейхи, купаются в роскоши, мечтая о том, куда бы еще что-нибудь отчислить. Тем более, что местные власти называют фантастические средние зарплаты калужан в 34 тысячи рублей. О том, какой сюрприз преподнесло родное правительство малому бизнесу, сами бизнесмены узнали не сразу. Зато те, кто уже получил уведомления по почте, потянулись в налоговые инспекции – сворачивать бизнес. Но деятельный Артамонов не унимался. Цитата. «Рыночная торговля меня не интересует. Она ничего не дает городу, кроме того, что наносит огромный вред здоровью населения. То, что там продается, продавать нельзя. Пойди разберись, что они продают в этом лотке. Если будут возмущения со стороны лоточников, меня это не волнует, не беспокоит, не интересует». «Рынок должен существовать. Везде рынки работают и должны работать. Не все люди могут купить товар, потому что 37, сказал губернатор, средний заработок по коллоге. А у пенсионеров какой 37? Все среднее выводится. У рабочих также 15 тысяч. Что они могут купить? Квартиру оплатить и такое, что у нас прийти купить? И обидно сказала, что лоточники ему не нужны. Мы лоточники, не индивидуальные предприниматели, а лоточники, которые столько лет платим налоги, и мы лоточники. Касаемо этого налога я могу сказать, что это просто убивание частного бизнеса. Вот и все. Мелкие предприниматели разорятся, останутся только крупные. И, по-моему, это вообще материал для антимонопольной службы. Это ненормально. Если нас сейчас разгоняют, что будут торговать только торговые центры? Людей всех туда загонять? Насильными методами? Это что? Это разве нормально? Куда смотрит антимонопольная служба, которая, кстати говоря, существует на наши налоги? Лоточная торговля – это не само название слова «лоточная». Это прежде всего люди, их семьи, работа. А нам это необходимо, потому что это единственный наш заработок, где мы трудимся, работаем и отчисляем налоги нашему государству. Написано, что нам предлагали под наш мини-рынок площадку. На самом деле, на территории Правый берег для нашего рынка места нет. Земля вся там продана, нам сказали, только не для нас. Спасибо нашему губернатору, в кавычках, за такое отношение к нам предпринимателям. Хотя бы раз к нам пришел и посмотрел, кто здесь работает, как работает. Столько лет проработали на свое государство, детей родили, детей на ноги поставили. У всех уже и внуки взрослые работают. И он нас так гнобит. За что только, непонятно. Неужели все такие губернаторы во всех областях себя так ведут? То, что хорошо чиновникам, народу, плохо, правильно? Вот удобный этот рынок, значит чиновникам неудобно. Поэтому они не займутся с вами. Мы заработали этот рынок, и чтоб он существовал. И такие здесь продавцы хорошие, и такие я сапоги себе купила хорошие. Губернатору скажите, а я ему говорю, вот пускай он запишет. Я упулачу. Возможно, на губернатора повлияла близость Москвы и ее неминуемое расширение. Земля дорожает, и надо поскорее ее отжать. Стихийные рынки, столь удобные для малоимущего населения, не приносят коммерческой выгоды чиновникам. Значит, надо продать эту землю под торговые центры. И благословясь заняться милым сердцу крышеванием. И инвестиционный климат Калуги со всей осмысленной беспощадностью зашелестит листвой милых сердцу купюр, закатывая под асфальт призрачные надежды местных предпринимателей, неудобных и ненужных. Александр Васильев, Дмитрий Мартышенко, Андрей Лупандин, Калуга, Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Москва, Политвестник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова